Деревня Малый Уча. Это Малопургинский район. А это трасса. Александру Брычалову жители рассказывают, дорога резервная для федеральной М7. По ней проходит школьный маршрут. Детей полный автобус собирают в четырех деревень. Только из Малый Уча 15 человек. Они выезжают в школу и они едут через свою деревню, в соседнюю деревню. Там разворачиваются и обратно сюда их останавливают. Маршрут школьного автобуса проложен так, что малоучинские дети либо ездят по кругу в ожидании своей остановки, либо переходят трассу в нарушении всех правил. Решить проблему мог бы пешеходный переход, но местные его не могут добиться уже давно. Накануне визита Александра Брычалова ситуация начала меняться. В идеале люди просят, чтобы автобус завозил детей прямо в деревню. Приглядели и место для разворотной площадки. Но этот вариант невозможен. Нам ни один гаишник не разрешит, чтобы автобус не через встречную полосу заезжал. Глава муниципалитета сообщает, Малое Уча не единственный в районе небезопасный школьный маршрут. Решить проблему сложно. Дорожные организации не берутся за такие объекты. А сложность в чем? Сложность в том, что не заявляют. Получается, говорят не специфический вопрос. Мы от этого просто безоружны. По всему району у меня отдельный доклад по всем пунктам, то, о чем вы говорите. И мне письменно все изложите, то, о чем вы сейчас говорите. Все сложности, во-первых, все объекты. Будем пересчитывать и проверять. То есть у вас не один такой? Нет, 14 разворотных площадок, которые необходимы. Задание получил региональный Миндортранс. У Малой Учи будет оборудован пешеходный переход. Появятся и искусственные неровности на дороге, чтобы транспорт снижал скорость. Марина Бали, Александр Шарабоков, телеканал Майя Удмуртия.